ну ладно тогда давайте тихонько начинать запись там пошла звук есть дергается огонь если будут какие-то проблемы пожалуйста говорить итак ребят лучше технический вуз как вы понимаете техника работает как надо итак сначала пара организационных моментов спасибо что большинство и за вас записались на курс там сейчас 321 анкета собственно касательно семинарский групп там как и предполагалось половина хочет ходить чисто в лекционную аудиторию на семинары после лекции вопросов нет это абсолютно рабочий вариант семинарский групп собственно семинарские занятия предполагаются по вторникам и средам 18 30 вечером очные то есть туда можно записаться мы скинем опросик чтобы понимать кто куда когда пойдет уже маленький просто в чатике пожалуйста отметьтесь онлайн занятия скорее всего будут в районе пятницы потому что потому что потому что так сложилось то есть на них тоже можно прийти вопрос а кто хочет сегодня ходить в другую семинарскую группу а вы точно не уходить будете если да то можно просто ранее получалось так что ставили семинары параллельно с лекционным потоком туда приходило два человека в итоге они просто-напросто переставали работать если есть необходимость можно поставить понедельник прошу сюда ходить можно всем по умолчанию вопрос в том кто то будет 1830 по понедельникам ходить не сюда тоже вечерний смотрите все семинары по умолчанию будут в 1830 если не оговорено обратное потому что все как правило преподаватели это действующие специалисты которые работают и они все дела после работы так действие вопрос есть окей смотрите тогда еще пара организационных моментов в репозитории появилась соответственно информация про то про все плюс минус то необходимо там появилась примерная программа экзамена там появилась табличка где будут лежать все записи лекций запись первой лекции там доступно второй пока обрабатывается потому что мы нанимаем нового монтажера но появится на канале буквально там сегодня-завтра я надеюсь там бы есть список необходимых знаний скажем так необъятимых фактов реквизитов для курса короче списочек из формата прочитать и подум понять знаете ли вы из этого списка все или нет намек все что без звездочки знать должны наверное все вот прям совсем и причем сходу в три часа ночи разбуди чтобы это помнили поэтому пожалуйста проверьте сами себя вот и что еще там же появилось первое домашнее задание его можно решать оно максимально простое прямолинейная там все описано сама проверяющая система сейчас подымется мне надо деньги закинуть на ту виртуалку на которой она крутится чтобы сдать домашку вам достаточно будет собственно загрузить домашку так как указано в инструкции в проверяющей систему она вам скажет сколько у вас баллов один это сто процентов короче вероятность единица то есть вы все решили один значит полный балл 0 значит не полный балл нулевой балл 05 значит половину решили какие тесты у вас не прошли вам напишет вопросы пожелания комментарии есть окей надо открыть видимо надо будет написать видим более явную инструкцию короче там как правило всегда есть в папке ноутбук который называется assignment вот это ваша домашка все остальное вспомогательные файлы внутри ноутбука assignment написано вся инструкция что надо делать конкретно в данном случае у вас есть ноутбук assignment там по сути какие-то вопросы что то что вам необходимо сделать по факту вам необходимо что реализовать класс к нн в пай файлике а чтобы у вас проверяющая система отработала и дала вам скажем так развернутые комментарии пока что это немного на костылях но вам нужно весь текст этого файла когда все работает запихнуть в template и сдать его там инструкция написано не спать и вы и ноутбук пока нет дедлайна до после дедлайна можете доздавать но учитываться будет то что вы получили до дедлайна да то есть все что а да 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 там написано чем нельзя пользоваться то есть словно вам говорят написать к нн использовать к нн за скалер на нельзя вам надо его написать но и так далее но она там ограничено каким-то здоровым числом пока что за всю историю никто его не перебрал вот есть там нельзя сделать полностью ограничить там какой-то констант стоит туалет тот или тысячи короче у вас раза с пятого я думаю зайдет но если не идет там например четвертая домашка сложная она раз 15 может зайти это нормально она примерно это просто то что давали люди весной 21 года поэтому она примерно смотрите то что вам написал вот я прошу прощения это мой ассистент закинул разболовку раньше чем мы ее согласовали на это пока не смотрите еще удалю то что там написано это то что было год назад но сейчас немножко поменялось поэтому то что там написано это не актуально ну что все вопрос комментарии есть окей марить я на всякий случай напоминаю вот про этот файлик при реквизитов я про него еще раз чате напишу но по сути это то что вам хорошо бы знать это то что мы с вас спросим где-то в районе частности 19 сентября в районе 3 октября мы скорее всего вас спросим вот с вас просим вот эти факты то есть хорошо бы их вспомнить запомнить заботать и так далее вы из них большинство знаете но скажем так опыт показывает что многие эти вещи типа что такое финное преобразование далеко не сразу люди по а да 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 то есть ну представьте себе что это какой-то потоковый игру в рекламе кстати да если будет соответственно переполнение такое может быть мы просто еще одну аудиторию возьмем типа 123 гк и туда часть выгрузим ну чтобы не сажать тут людей прям совсем как сосиски это будет на семинар то есть лекция пройдет как обычно потом кусочек семинара мы обсудим то что необходимо там коротенький семинар специально сделано а потом где-то час будет на вот эту контрольную вот ну соответственно на нее явка плюс-минус обязательно то есть неявка формате заболел уехал заболела уехала принимается но это надо тогда отдельно согласовывать то есть в принципе нас посещение прям так по желанию но на контроль на как вы понимаете надо прийти да то есть вот не погодите вот там это будет конкретно просто в этот день контроль на грубо говоря может считать что она фиксированная для всех это к семинарской группе не имеет отношения решим просто я изначально предполагал понедельникам нет других семинаров поэтому сейчас вы меня немножко поставили в тупик хорошо так какие еще вопросы есть ну ладно тогда собственно вспоминаем что у нас было в прошлый раз мы с вами чуть-чуть поговорили про линейную алгебру вспомнили какие-то базовые понятия что-то починили что-то разобрали где-то вы меня даже поправили большое спасибо поправлять не абсолютно свободно сегодня сегодня нам это дело пригодится мы с вами поговорим про ужас линейную регрессию но те у кого была статистика прекрасно понимает что это такое те кто ходили на лаба по общей физу тоже прекрасно понимает что такое в принципе штука максимально простая но при этом и очень красиво и так сегодня в меню во первых мы с вами поговорим о том что такое линейная модель в принципе как они работают зачем они нужны и почему они используются повсеместно во вторых мы поговорим о том какие именно подходы к регрессии с точки зрения линейных моделей есть и какие есть подходы для получения аналитического решения и собственно какого градиентного решения вот потом поговорим про теорему гаусса-маркова классная теорема одна из немногих теорем машинам обучения поэтому пожалуйста не забивайте на вот те там три-четыре теоремы которые у нас есть типа теорема и крота янга янга теорема гаусса-маркова и так далее штука класс да на экзамене тоже понадобится и в принципе понадобится чтобы понимать то есть вот если я говорю обратите внимание на теорему да и и лучше заботы причем заботать не формально от траторики понять то что регулярно люди не понимают чуть такое потом поговорим про регуляризацию по сути первый раз таком более-менее явном виде сегодня у нас будет регуляризация по тихонову но на самом деле она мог где еще применяется и называется парад в иди кей и так далее и поговорим про то как понять что ваша модель нехорошая сказал его по-другому но мы все-таки университет и так если вопрос есть задавайте поднимаете задаете поехали на предыдущей лекции предыдущей которая не полиналу были разговоры у нас про что про понятие в машинном обучении про то что такое наивный байский классификатор про теорему байса коротенько мы поговорили про к н н на прошлом занятии это все в принципе работало на всякий случай эта камера точно не видит а то он куда-то туда спорит хорошо спасибо вот и сегодня мы переходим к линейным моделям как вы уже помните линейная модель это та которая задает линейное отображение из пространства параметров признаков в пространство ответа вот то что мы с вами на прошлой неделе разбирали как линейные по сути отображение с почвы матрицы это по сути все есть линейной модели все что можно представить в виде линейной комбинации наших признаков является линейной моделью и так далее бывают линейные модели в регрессии понятное дело есть точки привели палку бывают классикации есть точкой разделили палкой ват линейной модели даже там где у нас не стоит задача обучения с учителем например задач снижения размеров это on supervise задача но она на самом деле переходим в supervise режим то есть наша задача у нас есть данные в размерности 25 мы хотим использовать не 25 признаков а 3 признака как нам понять размеров потеряв наименьшее количество информации понятное дело полностью мы не сможем сохранить информацию потому что нас размер с 25 на 3 не отображается если не выгодно но тем не менее но сегодня мы с вами поговорим про регрессию классикации следующая лекция а снижение размерности это через одну лекцию там будем прописей но я думаю про метод главных компонентов из вас многие слышали правильно то слышал понял не многие слышали а что такое сингулярное разложение может больше слышали хорошо а что такое разложение по собственным векторам может больше слышали о вот ну по сути почти все одно и то же то есть из разложение по собственным векторам можно дойти до писея причем достаточно быстро ну что ж и также стоит сказать про линейной модели что это крайне важная штуковина по двум причинам первое наверное в доброй половине задач который решать с машинным обучением вам достаточно линейной модели вот серьезно вам не нужны убер нейронки и огромные бустинги так далее вы берете линейную модель вставляете ее она быстрая устойчивая интерпретируемая легко реализуется короче дешевая сплошные плюсы и дает хорошее качество второе без понимания того как работают линейные модели понять как работают все эти новомодные нейронки но в принципе нельзя то что нейронки это эдакие линейные модели на стероидах в них понапихали нелинейные функции активации придумали какие-то так обоснованные некоторыми свойствами наших данных и какими-то мыслями а симметрии в наших данных преобразования например свертка это по сути тоже в некотором смысле не линейное преобразование его можно так представить и так далее поэтому понимание линейных моделей это вообще краеугольный, наверное, камень понимания двух третей всего машинного обучения. Поэтому, пожалуйста, не пренебрегайте им. И начнем мы с линейной регрессии. Собственно, что такое линейная регрессия? Это задача регрессии. В данном случае будем рассматривать одномерную, то есть мы просто-напросто предсказываем одну чиселку. Также есть векторная регрессия, линейная регрессия, где мы предсказываем много чиселок. То есть мы отображаем наши признаки в одно число. По сути у нас есть датсет, пара x и y, x и наши объекты, y целевые переменные, y приходят из r. Если у нас в общем случае это будет векторная регрессия, то есть r как s из rk, где rk это какая-то камерная векторная штуковина. И, соответственно, наша задача найти некоторую линейную комбинацию наших признаков, чтобы получить ответ. Ну или можно записать вот в таком виде омега 0, это наш свободный член, плюс взвешенная сумма всех x, x катый это именно катый признак, не катый объект на всякий случай, но омега k, где у нас всего p признаков. Или, что то же самое, так как математики народ, скажем так, который любит писать все коротко и понятно, очень часто переписывают вот в таком формате. xv, скажем так, виртуально добавляют вот нашему каждому признаку, каждому объекту добавляют фиктивный признак на первое место, который всегда равен единице. Ну тогда у нас, соответственно, вектор x это 1, а потом x это 1, 2, 3, та-та-та. Зачем это надо? Ну потому что тогда мы можем с вами записать x транспонированное омега, вот наш с вами линейная модель. Не надо никого в плюс b и так далее, все максимально красиво понятно записано. Хорошо? Но еще раз обращаю внимание, это чисто для удобства записи, потому что, когда мы начнем говорить про регуляризацию, вот здесь объявится большая проблема и об нее можно споткрутиться. Омега наш вектор весов, омега 0 свободный член, соответственно, он может его в себя включить, или же мы можем просто добавить со всей матрицы объект признак, столбец из единичек, и тогда у нас только будет омега вектор весов, где омега 0 от краски свободных членов. С ним вроде все понятно. И задача оптимизации, которую мы решаем, это минимизация какого-то функционала, например, функции ошибки, например, среднеквадратичной, где у нас есть наши y, и есть наша оценка y, то есть предсказание нашей модели. Мы можем с вами минимизировать среднеквадратичное отклонение, можем минимизировать средне-абсолютное, можете придумать там какую-нибудь квантильную функцию, что придумаете, то и будет, это от вас зависит. На всякий случай. Вот это конкретная постановка задачи МНК методом наименьше квадратов она решается. Окей? Тут вопросы есть, все понятно? Три, два, один, хорошо. Ну и, соответственно, с этой задачей можно работать максимально просто. Почему? Потому что это один из единственных вообще случаев, ну ладно, не единственных, их там штук пять, наверное, где в машинном обучении у нас есть аналитическое решение. Не какая-то там попытка аппоксимировать непонятно что, непонятно как градиентными методами, а просто получить аналитическое решение. На всякий случай, вот этот вывод тоже хорошо бы уметь делать, потому что, во-первых, хорошо бы уметь матрички дифференцировать, во-вторых, на экзамене тоже спросим. Смотрите, вот наш функционал, средне-квадратичная ошибка, правильно? Ну или, как вы еще можете назвать, наша функция эмпирического риска может быть записана таким образом. Это квадрат отклонений, правильно? Ну или что то же самое, мы пытаемся посчитать вектор отклонений и посчитать квадрат его второй нормы. Согласны? Тогда можем это переписать в каком виде? Собственно, как мы с вами на прошлой неделе разбирали, y минус x омега, транспонированный на y минус x омега. Или что же самое, вторая норма вектора отклонений. В квадрате. Почему, кстати, в квадрате, как вы думаете? Почему бы это еще под квадратный корень не засунуть? Да, так проще считать. А решение задачи оптимизации поменяется, если под корень засунем? Нет, все это понимают. Все помнят, что корень у нас, как бы, какая величина? Функция точнее. А везде монотонная. Молодцы. На области определения. Потому что если вы будете корень от отрицательного числа доставать, то бескомплексная плоскость что-то как-то будет печально. Хорошо. Все. Соответственно, вот наш x. На всякий случай, здесь с иксами абсолютно все равно, или у нас несвободный член, или мы сюда вот включили нашу, наш столбец из единичек, поэтому у нас свободный член сидит в матрице весов. Пока все нормально. Ну и замечательно то, что мы с вами знаем, что в точке у оптима у нас производная равна нулю. Вообще говоря, квадратичная функция потерь параболы у нас выпуклая. Правильно? Минимум там один. Поэтому мы с вами можем найти решение для данного, для данной оптимизации задачи. Приравниваем нулю. Знаем, что у нас там минимум. Там, где она равна нулю. И получается простенький вывод, что омега это x транспонированная x минус первой, x транспонированная y. На всякий случай еще раз проверьте себя вот сейчас визуально, какие размерности должны быть у x и у y. Вот я поэтому и говорю. Сейчас, пожалуйста, внимательно проверьте размерности. Давайте вот сейчас все 10 секунд подумать, я пока горло смочу. А потом, соответственно, мы с вами скажем, что да как. Размерность в смысле матрицы. Вот матрица x у нас такой размерности, матрица y и матрица омега, соответственно, которую мы проравниваем. Это просто, чтобы вы в уме это все проверили и поняли, что здесь нигде ошибки нет. Потому что, когда вы начнете это руками выводить, у третьей, наверное, появятся проблемы с тем, что краски ничего не сходится. Да? Ну, смотрите, здесь как раз таки вот вопрос, если она вырожденная. Вопрос. Пока считаем, что x транспонированная y, невырожденная, все в порядке. Ну, давайте. Хорошо. Собственно, матрица x. Какие у нее сейчас здесь размерности? Ну, что такое m, что такое n? Объектов? Аp количество признаков. Хорошо. Тогда это у нас n на p. Тогда x транспонированная x. Размерность какая будет? p на p. Все согласны? Эта матрица вам, кстати, ничего не напоминает? Ну, вопрос к тем, кто статистику изучал. Хорошо. Тогда потом про это. Хорошо. Предполагаем, что она у нас невырожденная, мы ее можем обратить. Потом опять x транспонированная y, p на p, на p на n. Правильно? То есть здесь получается p на n, итоговая матрица. А y у нас в какой размерности? y это наши целевые переменные. По сути, это матрица n на 1. Получается, размерность какая остается? p на n на n на 1. p на 1. Ну, как раз таки. Вот наш вектор весов получился. Все правильно, все сошлось. Ничего не перепутали. Я почему на это обращаю внимание? Когда это начнете в коде писать, а вы начнете это в коде писать, это будет во второй домашке, можно перепутать матрицу, допустим, ее транспонировать, тогда размерность матрицы весов окажется какая-то неправильная и так далее. И плюс, собственно, ваш вопрос, а что делать, если у нас свободный член добавился? А нам вообще все равно. У нас размерность y зависит от размера обучающей выборки. Размерность x это p на n, n на p, точнее, где n это количество объектов, а p количество признаков с фиктивным, без фиктивного. Вы можете туда хоть еще 10 добавить, он все равно скопился. Уловили? Все поняли? И заметьте, мы с вами получили аналитическое решение для задачи линейной регрессии со средней квадратичной функцией потерь. Все. Вот оно у нас есть, на самом деле, можете его запомнить, просто полезно его помнить, чтобы резко кому-нибудь ответить на собеседование, вам скажут, ух ты, классно. Вывести тоже можно за 20 секунд, так что выводить тоже полезно. Но, собственно, вопрос на экране. А что делать, если матрица x транспонирована x, выраженная? Что такое выраженная матрица? Все помнят, я надеюсь. Правильно? Обратить мы ее не можем, если она прям выраженная. Но, на самом деле, даже если она плохо обусловленная, то есть ее детерминат близок к нулю, то у нас с обращением будут большие проблемы. Потому что если она детерминат близок к нулю, то, когда мы с вами будем пытаться посчитать обратную матрицу, нам придется делить на определитель, это деление на очень маленькое число, это увеличение вычислительной ошибки и так далее, и так далее, и так далее. С этим все понятно. Хорошо. Так что делать? А главное, ладно, что делать, я вам скажу. А в каком случае это может возникнуть? Так, линия независимых элементов. Хорошо. Признаков или объектов? Новых признаков или объектов? Повторяющихся. То есть у нас, на самом деле, системы, как правило, переопределенные, если все хорошо, то есть у нас больше объектов, чем признаков, то есть у нас больше ограничений, чем наших свободных переменных. На самом деле, ответ правильный. Если наши признаки линейнезависимые, то вот в этой матрице появится, опять же, линейнезависимость, то есть х транспонированный х, вы посмотрите, как она получается. Когда мы с вами считаем х транспонированный х, по сути, что? Мы берем и, по сути, транспонируя х, мы говорим, вот этот признак равен вот таким величинам у этих объектов, правильно? И другой признак равен таким-то величинам у этих объектов. Если у нас два признака, ну, для простоты, например, одинаковые или они пропорциональны друг другу, то получается, что для всех объектов признак 1 будет там равен 0, 4, 2, 7, 5, а признак 2, который с ним линейнезависим, например, будет ровно всегда в два раза больше. Согласны? Соответственно, мы умножаем эти строки сами на себя, и получается что? Что у нас, как раз таки, два признака линейнезависимые, у нас получается матрица выраженная, потому что в ней теперь строки, ну, или столбцы, потому что она, вообще говоря, квадратная линейнезависимая, и у нас проблема с этим. Обратить мы ее не можем. Собственно, когда у нас появляются с вами зависимые признаки, мы не можем найти решения. Но тут, на самом деле, на это можно посмотреть и с точки зрения просто физического смысла. Смотрите, предположим, у нас с вами есть два признака, которые зависимы друг с другом. Например, для самого вот выраженного случая, но просто с ним проще, мне не надо в уме какие-то преобразования делать. Представим себе, что у нас в выборке два признака, вес 1 и вес 2. Это абсолютно один и тот же признак. Окей? И мы, на самом деле, знаем, что вес человека влияет на солевую переменную, допустим, с коэффициентом 5. Вот омега для веса, где она тут, вот здесь, будет равна 5. Но у нас с вами два раза вес присутствует. Значит, соответственно, первый элемент и второй элемент веса суммарно должны делать вклад равный 5. Согласны? Ну, потому что первая половинка делает там вклад какой-то, вторая какой-то, вместе они влияют как 5, потому что вес-то один, просто он почему-то был продублирован. А теперь, внимание, проблема. Если я возьму веса, у веса, да, веса, параметр, значение, омега 1 для веса 1 будет равно 10, а омега 2 для веса 2 будет равно минус 5, в сумме у них что получится? 5, 6 и минус 1, 7 и минус 2. У вас получается континуальное множество решений. По сконтинууму решений вы можете любую пару чисел, которые в сумме дают вам 5, взять и получить абсолютно тот же самый ответ. Так что то, что мы здесь не можем на самом деле найти аналитическое решение, а у нас оно в любом случае не единственное. Так что это на самом деле нормально и физическая обоснованность тоже имеет. Улавливаете пока? То есть линейнезависимые признаки, аналитическое решение мы найти не можем, плюс мы не можем найти, единственное решение в принципе его не существует. Классный вопрос и классное предложение. Если признаки линейнезависимы, их можно вытянуть. Если мы об этом знаем, конечно, надо вытянуть. Но проблема в том, что я вам привел пример совсем игрушечный, а на практике нам абсолютно не важно, у нас линейнезависимость, два признака равны друг другу или признак номер 328, это линейная комбинация предыдущих 327. Плюс у нас есть шум, плюс признаков может быть там 10 тысяч. Так что найти, какие из них линейнезависимы друг с другом, может быть большой-большой проблемой. Просто дорого, и мы просто не можем этого явно увидеть. Поэтому выкинуть в общем случае нам сложновато. Окей, с этой проблемой разобрались? Ну что ж, давайте тогда пытаться это чинить. Да? Вы имеете для одного и того же признаков описания два разных ответа? Ну, окей, ну, так бывает. Например, ну, есть такое понятие выброса, где у вас для нормального объекта абсолютно неправильный ответ, например. Или у объекта, в принципе, неправильный признак описания. С этим придется работать, так как мы, если мы не можем их отфильтровать, значит придется строить такие модели, которые устойчивы к наличию выбросов. Про это мы тоже поговорим. То есть в общем случае, смотрите, когда мы решаем с вами оптимизационную задачу, вот методом оптимизации, в принципе, оптимизируем функционалу абсолютно по барабану, что у нас там с данными. Грязное, нечистое. Мы засунули на вход выборку, по сути мы засунули систему линейных уравнений, ответов, по сути, ограничения мы дали. Оно нашло ответ. Все. Так что если у нас плохие данные, это наши с вами проблемы. Мы с этим будем жить. На самом деле принцип, ну, его обычно по-английски называют garbage in, garbage out, он работает почти везде. Если у вас плохие данные, у вас могут быть хоть идеальные модели, у вас будет плохое предсказание. Так что нам придется как-то чистить данные, строить более устойчивые модели и вообще оценивать, насколько плохие у нас данные. Ответил наш вопрос? Супер. Ладно, матрица может быть выраженной. Давайте я вам на примере как раз покажу. Вот, собственно, ситуация, где у нас два признака, или там несколько признаков, короче, зависимые между собой, в простейшем случае два признака или независимые. Матрица X и X, соответственно, выраженная. Вот у нас есть истинное значение omega true. Мы с вами это на семинаре сегодня ровно проделаем, это оттуда, скриншоты. Допустим, вот 2.68, минус 0.52, минус 1.12. Второй и третий признаки между собой зависимы, то есть это почти один и тот же признак, с точностью до какого-то маленького-маленького шума. То есть мы все еще можем обратить матрицу XTX, но ошибка у нас большая. Собственно, вот аналитическое решение, которое мы получаем, вот буквально формула записка. XTX минус первая, XTY и так далее. Смотрите, первый член абсолютно правильно определен, ну, с точностью до того, что у нас присутствует небольшой шум данных, то есть 2.68, два знака после запятой, правильно. Второй и третий член, минус 186, 184. Ровно то, о чем я вам говорил. Но обратите внимание, сложите второй и третий признаки, ну, веса точнее их. Получится примерно минус 0,6. Фу, минус 1,6, согласны? Здесь сложите. Получится то же самое. У нас одно ограничение, потому что у нас, по сути, признак один, но он дважды продублирован. У нас одно ограничение, поэтому на их сумму у нас ограничение есть. На каждой поддельности у нас ограничения нет. У нас любая комбинация может этому быть равна. Ну, собственно, возникает вопрос, а что с этим делать? Там уже маленький спойлер был, где-то полсекунды. Собственно, что делать, если мы с вами не можем эту матрицу обратить? Вообще, что делать с матрицей, если она необратима? Пошуметь? Классно, зашуметь. Ну, вот мы с вами зашумели матрицу, но мы с вами при этом потеряли достаточно много информации из-за этого, потому что мы шум добавили прям явно туда. А чем больше у нас, грубо говоря, чтобы у нас матрица была точнее выраженная, шум должен быть достаточно большой. Потому что если у нас шум будет крайне маленький, то он мало повлияет на определитель, и, соответственно, у вас матрица все еще будет очень близка к выраженной. Что еще можно сделать? Убрать скоррелированные признаки можно, но если мы их знаем. Если у нас там 10 тысяч признаков, и у них зависимости крайне сложные, сложновато их убрать. Что еще можно сделать? Классный вопрос. А в чем вообще беда? Ну, у нас получилось два признака, они в сумме дают что-то там правильное. Они же все равно правильную сумму-то дают. А ответ на самом деле простой. У нас данные на самом деле всегда содержат в себе шум. И, во-первых, у нас вот эти параметры конкретно, значения параметров подобраны под шум в обучающей выборке, и, как правило, очень часто у нас будут получаться значения, которые почти противоположны друг другу. Потому что они, как раз, подстраиваются под шум. Характерное значение шума маленькое относительно признаков, поэтому пытаются настроиться именно на шум, поэтому эти значения большие. Но на новых данных, которые мы не видели на этапе обучения, шум будет другой, потому что он случайный, он каждый раз случайно генерируется. И у нас может казаться, что вот на этот признак условно прилетело значение шума 0,1, а вот на этот не прилетело. И у вас целевая перемена завышена на 186, деленное на 10. Все. Потому что мы за счет вот этих вот величин начинаем переобучаться под обучающую выборку. Потому что у нас два параметра для того, чтобы запомнить только одно значение. Соответственно, у нас по сути один параметр есть, чтобы запомнить что-то специфичное только обучающей выборке. Вам надо уменьшить. Абсолютное значение. Не, надо уменьшить. Классное замечание. Собственно, мы к нему сейчас придем. Коллеги, смотрите. На это очень полезно смотреть, с какой стороны. И я неспроста вот так медленно это все разжевываю. Я хочу, чтобы вы до этого прям сами додумались, а не просто я вам это сказал. Мы же с вами изначально сказали. У нас проблема в чем? У нас с вами решений множество. Вообще континуум. У нас не единственное решение. Правильно? Если у нас не единственное решение, мы бы хотели все-таки одно решение как-то получить. Согласны? Решать другую задачу. Классно. Какую? Смещенную. Ну классно. Вы понимаете, о чем речь. Супер. Давайте тогда наложим какое-то дополнительное ограничение на наш вектор весов. Вот тут было классное предложение. Раз у нас присутствует шум, шум случайный, особенно на тестовых данных, тогда давайте потребуем, чтобы, например, этот вектор был наименьший по какой-нибудь норме. Ну, например. Тогда, если у вектора маленькая норма, значит у него все члены тоже маленькие. Согласны? Ну, норма это все равно, если ограничиваем норму, ограничим значение членов. Я с этим согласен. Можно это посмотреть, на самом деле, с другой стороны. Можно посмотреть вот на эту матрицу. На самом деле, как из вырожденной матрицы сделать невырожденную? Ну вот, проще, чем зашуметь. Мысли более детерминированно. Ну, например, прибавить единичную. Она явно диагональная, тогда у нас получится явно невырожденная матрица. Заметьте, эта матрица квадратная. Всегда. Согласны? Так что, если мы добавим к ней диагональную матрицу, то мы получим невырожденную матрицу. На самом деле, то, что мы сказали, это плюс-минус одно и то же. И это, по сути, называется регуляризация по Тихонову. Мы можем с вами всегда добавить единичную матрицу, ну, домноженный на какой-то коэффициент лямбда. И, на самом деле, тогда вот эта матрица у нас явно будет невырожденная. Ее всегда можно обратить. Согласны? И это у нас будет решением вот такой задачи оптимизации. Собственно, вот этот вывод как раз-таки мы вас сейчас попросим сделать самостоятельно. Это можно вывести на семинаре, но практика, как раз-таки, он отличается от вот этого на две строчки, поэтому я вас прошу сделать самостоятельно. Окей? Можете считать частью домашки. Собственно, вот наш функционал. И теперь мы помимо средней квадратичной ошибки минимизируем вторую норму вектора весов в квадрате с коэффициентом лямбда. Вот. Что такое лямбда? Лямбда, по сути, это гиперпараметр, который говорит нам, насколько важно для нас, чтобы норма вектора весов была маленькая. То, что мы теперь, по сути, два функционала минимизируем. У нас вот этот функционал хочет лямбду как можно более подходящую, чтобы ошибка на выборке обучающей была минимальной. А этот функционал говорит, что не, слушай, давай-ка омега у нас будет как можно меньше, потому что иначе штраф большой. По сути, мы пытаемся с вами решить две задачи, которые в разные стороны нас на самом деле тянут. Но здесь на самом деле есть еще один большой плюс. Если у нас ситуация невыраженная и все хорошо, то у нас вот эта задача имеет единственное решение. Все прекрасно. Если у нас решение здесь не единственное, у нас вот эта задача минимизации все равно имеет единственное решение. То есть среди всего континуума значений, которые заставляют одинаковое значение функции потерь, только одна пара даст нам, не одна пара, одно подмножество значений весов даст нам минимальное значение функции ошибки. Но почему? То, что такое вторая норма квадрата? Это сумма квадрата. Это выпуклый функционал. Согласны? Очень согласны. Тишина. У пара было один минимум. Точно? Ну, короче, мы делаем задачу выпуклой, грубо говоря, за счет этой регуляризации. И, собственно, отсюда и появляется вообще у нас в курсе термин регуляризация. На самом деле регуляризацию называют, опять же, от английского языка, regularize, ограничивать. Мы, по сути, дополняем нашу задачу некоторыми ограничениями. Потому что мы не можем решить исходную задачу единственным образом или таким образом, чтобы это удовлетворяло нашим интересам. Мы не знаем, какое именно решение выбрать, поэтому мы дополнительные ограничения кладем. Например, накладываем, чтобы у нас норма вектора весов была минимальной. Тогда решение единственное. Плюс мы уже знаем, какие свойства ожидать от нормы нашего вектора весов. И от вектора весов соответственно. Смотрите, почему такая функция потерь? Ровно потому, что у нас просто, по сути, добавляется вторая норма вектора весов. С чем? Со второй нормой. Вторая норма вектора весов. А лямбда это просто коэффициент, в котором мы ее вкладываем. По сути, это коэффициент регуляризации. Чем больше лямбда? Ну, предположим, мы лямбду стремили в бесконечность. Там где-то вот она очень большое число. Тогда для решения задачи оптимизации, какое решение будет оптимальным? Ну, примерно да, нулевые веса. Потому что у нас вклад вот этого члена будет много больше, чем вклад вот этого члена. Если лямбда близка к нулю, то какое решение оптимально? То, которое позволяет переобучиться под этот функционал. Лямбда это просто наш, грубо говоря, регулятор, насколько важно нам получить невыраженное решение. Все. Эта схема работает всегда, потому что если вы к невыраженной матрице добавите диагональную, она выраженной не станет. О, кстати, 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 вот тут квадрата не хватает. Ну, в смысле, лямбда должна быть положительной. В такой формулировке, вот, прошу прощения, опечатка. Ну, тут или ограничение, что лямбда больше или равно нулю, или, соответственно, здесь надо везде квадрат писать. Окей? Чтобы вас не запутать. Не, смотрите, мы реальное значение с вами уже никогда не узнаем, почему. Потому что если у нас с вами два признака, грубо говоря, дублируют друг друга, то вот у вас два, вес один, вес два. Вы только знаете, что вклад вес один и вес два вместе равен единице. Нет никакого правильного значения признака веса для вес один и вес два. Поэтому мы с вами, собственно, и разрешаем эту неопределенность, говоря, окей, выберем тот, который доставляет наименьшую норму вектора весов. Если лямбда больше или равно нуля, матрица не станет вырожденной почему. Смотрите, что у нас здесь стоит? x транспонированная x. На диагонали что стоит? Что? Это что вообще? x транспонированная x? Что задает с точки зрения там аналит или налог? Вам слово квадратичная форма ничего не говорит? Ну, смотрите. У нас, собственно, здесь на диагонали будут стоять квадраты x. Мы к ним добавляем строг неотрицательную диагональ все остальное нули. Невыраженная она будет. Так, хорошо. Собственно, еще раз повторяю. Да. Какую? Смотрите, тут можно зайти с двух сторон, собственно, они на самом деле эквивалентны. Мы можем сказать, эта матрица выраженная, сделаем ее невыраженной, как добавят к ней диагональную матрицу. Ну, например, лямбда, опять же, здесь лямбда не отрицательная, здесь тогда квадрат по-хорошему надо добавить, это опечатка. Тогда матрица невыраженная. Но это эквивалентно решение вот такой задачи. На самом деле, я не уверен, как было изначально, то есть можно просто добавить ограничение на нашу норму вектор весов, и получится, что есть аналитическое решение, которое ровно такой формат имеет. То есть мы с двух сторон приходим к одному и тому же. Вот. Ладно. И почему это называется еще раз регуляризация? Ограничение, которое мы наложили. На всякий случай, вот эта вот норма вторая вектор весов, это далеко не единственный способ регуляризации, мы с вами их десятки увидим. Можно ограничивать количество признаков модели, можно ограничивать ее структуру в нейронках, глубину дерева в деревьях, другую норму взять, что угодно. Любое ваше априорное предположение, которое вы накладываете на решение задачи, это ваше, как раз таки, ограничение вашей регуляризации. И с регуляризацией, как и со всеми предположениями, работает какое правило? Если у вас хорошее предположение, которое подходит к решению для задачи, вы получаете хороший результат. Если ваше решение противоречит задаче, то от них станет хуже. Поэтому нет такого правила, что с регуляризацией всегда лучше. Окей? Да. Лямбду выбирать, собственно, из соображений того, что у вас есть, ну, это гиперпараметр, гиперпараметры, как правило, подбираются на кросс-валидации. Про кросс-валидацию мы в конце лекции как раз поговорим. То есть гиперпараметры мы не можем автоматически подобрать. Мы их выбираем, например, по качеству поведения нашей модели на валидирующей выборке. То есть на отложенной выборке. Хорошо. Еще вопрос тут есть? Окей. Я тогда сразу маленький спойлер делаю. Я думаю, многим из вас очевидно, что вторая норма – это далеко не единственная норма, которая здесь может стоять. Согласны? Собственно, с второй нормой есть только одно важное замечание. Собственно, для второй нормы у нас есть аналитическое решение, что с регуляризацией, что без регуляризации. Это, наверное, единственный случай, где в линейной регрессии есть аналитическое решение. Вы можете сюда первую норму подставить, решаться это будет, но только градиентными методами аналитического решения уже не будет. И, собственно, вторая важная вещь про вторую норму – теорема Гаусс-Маркова. Теорема Гаусс-Маркова гласит, дает нам очень важный гарантий на самом деле. И это та причина, почему средний квадратичную ошибку вообще любит в том числе. Вот у нас есть наша целевая переменная. Заметьте, это уже не наша оценка. Это вот наше предположение, что есть целевая переменная, которая зависит от икса линейным образом, но в наличии также какой-то шум. Идет? Все согласны. Так, на всякий случай, а кто вообще знает теорема Гаусс-Маркова? Никто. Классно. Нет. Ладно, бывает. Собственно, поэтому мы ее разбираем. Еще раз. Эписталон – это у нас случайная величина. Это наш шум. В данных присутствует шум. Всем окей это, правильно? Собственно, наше предположение. Во-первых, эти у нас величины независимы. На самом деле, в идеальном случае, когда мы хотим. То есть, в идеале наш шум должен быть независимый. Почему? Потому что, если наш шум зависимый, то, в смысле, у нас переменные как-то там зависят от иксов, например, то что-то это на шум не похоже. На самом деле. Но теорема Гаусс-Маркова делает, на самом деле, три очень маленьких и простых предположения. Во-первых, у нас шум не смещенный. То есть, мат ожидания каждого иксалонитого равно нулю. То есть, мы можем как завысить наше предсказание, так и занизить. Хорошо? Целевую перемену. Во-вторых, у нас есть какая-то дисперсия, которая конечна. То есть, у нас нет случайных величин здесь, которые имеют бесконечную дисперсию. Мы не можем получить, как бы, с какой-то значимой вероятностью, там, отклонения в десятки миллионов. Да? Да, конечно. Хорошо. И третье, собственно, у нас для всех i не равно j, кавариация между ними равна нулю. Ну, четкая кавариация, все помнят? Хорошо. Вот. Var, дисперсия, varians. Ну, можно еще написать вот такую d, но латех в ней не умеет. Поэтому написано вот так. Вот, три условия. Все условия понятны, правильно? Еще раз. У нас все ошибки не смещенные относительно нуля. Итак, у нас есть конечная дисперсия и кавариация наших ошибок равна нулю. А? Да, в данном случае давайте будем считать, что просто фиксированная дисперсия. Окей? Которая конечна, главное. На самом деле, можно пойти на какие-то обобщения, чтобы даже были разные дисперсии, лишь бы они были все конечные. Но пока вот просто равно сиг. Хорошо. И, собственно, в этих предположениях вот это решение, которое мы с вами только что видели. Омега транспонированная х. У х транспонированной х-1, х транспонированная у. То есть решение задачи на меньше квадратов является оптимальным среди несмещенных. Говоря по-русски или по-английски best linear unbiased estimator. Собственно, наилучшей среди несмещенных. Вопрос, собственно, такой. Во-первых, что значит несмещенных? Без лямбда. Хорошо. А на практике что значит? Мат ожидания кого? Бинго. Наша оценка является несмещенной. У нас же омега с крышкой. Что будет? Она же у нас зависит от каких-то случайных величин, правильно? Вот у нас тепселоны сидят. Так что это, по сути, тоже случайная величина. Мат ожидания омеги с крышкой равно омеги. Это значит, что наша оценка несмещенная. Вот. Это решение заставляет нам несмещенную оценку. Это раз. Просто обращаю ваше внимание, потому что иногда начинают говорить, что у нас несмещенная оценка у. Как бы тоже вариант, но в данном случае теорема гласит именно обоим. То есть на что значит все это наилучшее? Ладно, что такое линейное? Понятно? А что, про эффективную говорили? Окей, что такое эффективная оценка? Да, на самом деле. Можете еще рассказать? Опять же, наименьшую дисперсию имеет кто? Бинго. Смотрите. Наилучшая или оптимальная среди несмещенная? Омега с крышкой, во-первых, несмещенная, то есть мат ожидания омеги равно омега с крышкой. И у нее наименьшая дисперсия, опять же, у омеги с крышкой. Не у какой-то там ошибки и чего-то. Окей? Собственно, у нас есть гарантия. Эта теорема на самом деле доказывается в три строчки. Можем доказать или на семинаре, или сделать самостоятельно. Опять же, на лекцию я стараюсь доказательств теорем не вытаскивать. И это решение у нас является оптимальным среди несмещенных. Окей? Не, как раз таки, мы-то на практике с вами не знаем реальное значение, но мы с вами знаем выборку. У нас есть выборка. И мы можем получить оценку наших параметров на основании выборки. Вот, с такими предположениями, тремя, оценка, которую мы получаем вот отсюда, будет оптимальной среди несмещенных. То есть, наверное, одна масса, что X, T, N, она обратима? X, T, X? Вот, как раз таки, это очень хороший вопрос. Здесь мы предполагаем, конечно, что она обратима. Если она не обратима, то мы это просто посчитать не можем. И вторая проблема, если она, скажем так, обратима, но почти вырождена, тут возникает другая проблема, что у нас вычислительная точность наших машин, конечно, поэтому чем ближе она к сингулярной, тем больше у нас здесь будет вычислительная ошибка. То есть, это, конечно, работа, когда мы можем посчитать омегу. Если у нас матрицы выражены, то у нас вообще не существует такой оценки, потому что она не единственная. Окей? Хорошо. Ну и теперь, собственно, пара замечаний. Смотрите, возвращаемся назад. Вот у нас с вами минимизация средней квадратичной ошибки. Задача линейной регрессии. Теорема Гаусса-Маркова работает, предположение о тех свойствах шумов наших данных. Еще раз. Минимизируем вот эту функцию ошибки. Теорема Гаусса-Маркова работает, если эти три предположения выполняются. Да, классно. Минимизируем вот такую функционалу ампирического риска. Теорема Гаусса-Маркова работает. Почему? Ага. Классно. А решение у нас какое? Бинго. Ребят, еще раз. Теорема Гаусса-Маркова гласит, что вот это решение является оптимальным решением для задачи на меньше квадратов. То есть для минимизации средней квадратичной функции ошибки только. Все. Если вы добавляете вот сюда любую другую функцию, любой другой функционал, если у вас не просто средняя квадратичная ошибка, у вас уже посылка теоремы неправильной. Вы незадачно на меньше квадратов рассматриваете. Поэтому теорема Гаусса-Маркова работает только, когда у вас минимизируется средняя квадратичная функция ошибки. В данном случае у вас уже появился второй член, и здесь на самом деле можно увидеть еще одну вещь. У вас оценка будет априори смещенной. Почему? Потому что для минимизации средней квадратичной функции ошибки вы явно не хотите минимизировать норму вектора весов. Собственно, у нас добавление регуляризации, как правило, дает нам смещенное решение, потому что теперь относительно изначального оптимума нашего функционала мы ищем другой оптимум, который обладает заданными нами свойствами. Нет. А как? Я не думаю, мы с вами, смотрите, мы с вами сделали по сути что? У нас была изначальная оптимизационная задача. Мы сказали, что мы не можем ее решить либо технически, либо у нее не единственное решение. Мы придумали по сути, как поставить новую оптимизационную задачу. Вот она теперь, вот ее мы решаем. И, собственно, для этой оптимизационной задачи найти решение. Вот ее мы решили. Мы не решали другую оптимизационную задачу, мы не знаем, какое у нее решение. У нас нет обратного хода. Мы решили ту задачу, которую мы поставили. Да? Там в S-крышкой был набор случайных величин в теории, так как у вас X-то в общем случае это всегда реализация, как и Y, реализация случайной величины. Вы получили точно так же оценку. Это набор чисел. Конечно, но смотрите, вы, собственно, и получаете, на самом деле, собственно, когда вы средний квадрат ошибки минимизируете, вы считаете краски мат ожидания вот этой величины. Все правильно. Вот. Добавляя по одному признаку? Да, смотрите, вы предлагаете. Замечательный комментарий. Собственно, коллега ваш предложил отфильтровать признаки, то есть отобрать только те, которые образуют некоторую линию, независимую под выборку. Да, так можно делать. Такие подходы тоже есть. Отбор признаков. Итеративные. Минус в том, что когда у нас, опять же, очень много признаков, например, там десятки тысяч, это очень дорого и вычислительно. Вам для каждого надо все равно тогда решать оптимизационную задачу, причем для каждого подможенства выбрать оптимальный, повторить, это просто дорого. Вот. Собственно, а с регуляризацией плюс в чем? Да, мы получаем смещенное решение. Но, во-первых, у нас от лямбда зависит, собственно, насколько сильно оно будет смещенным. Чем меньше лямбда, тем меньше у нас смещение. Во-вторых, решение вы все равно получаете, которое обладает заданными вами свойствами. Даже если там есть краски-зависимые признаки, вы точно знаете, что их суммарный вес будет близок к оптимальному, а каждый вес поддельности будет вообще минимальный из возможных. Потому что иначе в квадрате он сразу будет выше. Вот и все. Так, понятно? Еще раз, что такое оптимальная срединность смещенных? Понятно? Не смещен. Обладает наименьшей дисперсией. То есть любую другую оценку вашей матрицы весов вы можете сделать, но дисперсия вот этой случайной величины – это случайный вектор. Потому что он зависит от случайных величин. У нее дисперсия будет лучше. Настолько, насколько подходит линейный модель для вашей задачи. То есть если вы пытаетесь условно параболу линейной моделью описать, то у вас, в принципе, не очень подходящий класс модели используется для решения задачи. Еще раз, это теоретический результат. То есть это обосновывает нам, что в хорошем признаковом описании у нас решение задач наименьших квадратов обладает хорошими свойствами, что это оптимальная оценка срединность смещенных. Все. Нет, смотрите. Вот, речь только про линейные модели. Все. Вот изначальная постановка. Если у нас зависимость нелинейная модель, нелинейная, никаких договоренностей у нас нет, у нас условия теоремии не выполняются. Хорошо. Да? И да, и нет. Смотрите, еще раз. А теперь, собственно, когда брать какую норму. Давайте сейчас покажу, что бывает, например, первая норма, что вы понимаете и сами, но какие у нее есть свойства. Но, во-вторых, нормы можно брать разные, собственно. Здесь мы подходим с вами опять к очень важному факту. Так, вам видно там справа? Я не сгораживаю? Смотрите, если модель смещенная, значит она решает не ту задачу, которую у вас. Тогда она решает, например, не минимизацию той функции ошибки. И, короче, если у вас модель смещенная, значит она не минимизирует чисто функции ошибки. Речь что-то такое? Давайте я еще пару тогда этих терминов введу. Вот есть функция ошибки. Ее, на самом деле, очень часто путают в интернете друг с другом. Давайте называть так. Функция ошибки – это именно вот ошибка предсказательной нашей модели. То есть, насколько мы ошибаемся, предсказывая целевую величину. Вот будет эта функция ошибки. Хорошо? Вот все вместе можно назвать там, например, функционал эмпирического риска. Потому что это ошибка плюс какая-то регуляризация. Это ровно тот функционал, который мы с вами минимизируем. Несмещенная у нас оценка тогда, когда минимизируем чисто ошибку. Если минимизируем что-то там еще, то, к правилам, получаем смещенную, потому что на это можно на самом деле посмотреть абсолютно банально со второй стороны. Смотрите. Вот у вас раз функционал, два функционала, да? Те же помнят, что градиент можно посчитать. И мы на самом деле сейчас про это говорим, можем градиентными методами найти оптимальное значение матрицы омега. Ну или вектор омега в данном случае. У вас градиент, производная сумма чему равна? В сумме производных. Поэтому у вас для омеги будет отсюда идти градиент, который тянет ее в сторону оптимальной оценки краски. И отсюда будет идти градиент, который тянет ее в ноль. Вот откуда у вас появляется смещение. У вас оценка омеги, по сути, съезжает в сторону вот этого градиента. И это совсем на пальцах, если. Ну так это и есть то же самое. У вас то, что омега с крышкой теперь тянется в сторону нуля, это смещает ее относительно мат ожидания. Потому что иначе бы она краски была в мат ожиданиях, которые вот эту штуку минимизируют. Окей. Так, на всякий случай это тогда тоже можно проделать дополнительно. Так, коллеги, давайте так. Минимизация. Вот. Что такое оценка максимального правдоподобия? Кто помнит вообще знает? Понял? Тогда про это можно прямо отдельно, наверное, доп. семинар провести. Собственно, о чем речь? Мы с вами на самом деле... Ну вот, как раз, когда обсудите, мы здесь на семинаре тоже можем обсудить. По сути, когда мы с вами минимизируем среднюю квадратичную ошибку, мы по сути ищем оценку максимального правдоподобия для средней квадратичной ошибки. Когда минимизируем среднюю квадратичную ошибку, мы ищем оценку максимального правдоподобия в предположении, что у нас краски ошибки нормально распределены. Вот и все. Эти краски будут средние. нет это на статистике прямо отдельно выводится где-то пол семинара собственно я поэтому и говорю кто знает мы это можем на ком доб семинаре провести потому что сейчас меня записи нет я это буду из ума вводить минут 20 наверное извините да а это да сейчас его потрогаю вот хорошо собственно нормы у нас бывают разные и возвращаясь к вопросу а правильно ли что всегда брать вторую норму и не выпендриваться вообще говоря нет потому что выбор той того функционал который вы будете минимизировать опять же зависит от вас это на самом деле одна из самых важных частей в любой задачи машинного обучения не уметь там строить классные нейронки деревья и так далее ансамбле умение правильно из неформальной задачи ну например вам там научу говорить что надо сделать то-то или на работе вам говорит не знаю там менеджер надо сделать что-то другое короче как это обычно говорят из бизнес задачи ну или из научной задачи формулировать уже математическую оптимизационную задачу выбор функционал который будет оптимизировать от вообще краеугольный камень то что неправильный выбран неправильно выбранный функционал неправильно поставленная задача будет по-любому давать неправильное решение все конец если вы неправильно задачу поставили вы не то получили собственно поэтому функционал который вы минимизируете должен исходить именно из того что вы хотите получить вообще я пока просто декларативно скажу минимизация квадратичной ошибки дает нам среднее минимизация абсолютной ошибки то есть например первой нормы, будет давать нам медиану, как-то доказать краски можем с вами сделать сегодня, например, после семинара в конце. И, собственно, нормы бывают разные. На практике, как правило, в додаче регрессии применяют в основном две. Ну ладно, три. Первая – это квадратичная ошибка, это, наверное, 70% всех случаев. Вторая – это среднеабсолютная ошибка, или же их называют MSE и MAE, потому что min squared error, min absolute error. MAE – это сумма модулей отклонений, и, соответственно, для нее мы точно так же можем все посчитать, но для нее нет аналитического решения. Градиентная, хотя все еще присутствует. И, собственно, третья функция ошибки, которую часто еще используют, это так называемая квантильная функция ошибки. Короче, там у вас в зависимости от того, какой у вас квантиль важен, например, вам сильно важнее там не завышать, чем не занижать, у вас может функция ошибки иметь какой-нибудь вид, типа вот такая галочка, здесь она плавно, растет здесь быстро. Но все понимают, что у нас для модуля график как выглядит. Или просто галка, правильно? От отклонения. Причем с углом 90 градусов. У вас угол на самом деле может быть другой. Такую функцию ошибки тоже можно подобрать, она иногда тоже подходит. Причем этот угол даже является гиперпараметром, его там можно подбирать и так далее. Вот. Все. Вот у нас есть раз-два именно для функции ошибок. Но также у нас есть и регуляризация, которую точно так же можно использовать со второй нормой, с первой, с четвертой, если вам вдруг захотелось. На практике обычно используют. И так далее. И на всякий случай. Только вот этот случай. МСЕ без регуляризации работает с теоремой Гаусса-Маркова. То, что он в условии теоремы Гаусса-Маркова стоит. Мы решаем задачу на меньше квадратов. Все. Линейная модель. Все остальное как бы это что-то там другое. Так что, если вы добавили регуляризацию, вы добавили свои ограничения на задачу, но вы ушли от изначальной задачи найти оптимальную оценку, чтобы минимизировать ошибку. Вы что-то другое уже решаете. Поэтому оценка у вас априори смещенная, вы другую задачу решаете. За это вы получаете какие-то хорошие свойства. Например, она у вас более устойчивая. Устойчивые краски под устойчивостью будем понимать следующее. Это такое, так сказать, определение. Оценку будем называть устойчивой, если малое изменение обучающей выборки приводит к малому изменению вектора параметров. То есть, если условно мы на эпсилон, грубо говоря, изменили выборку, ну там шум чуть-чуть поменяли, у нас матрица весов тоже поменялась не больше, чем на эпсилон. Например. Потому что если у нас, например, наша ситуация выраженная, в нашей матрице выраженной регуляризации нет, вы можете чуть-чуть шум поменять, мы это с вами на семинаре опять же сделаем, здесь может оказаться 50 минус 50, например. Видите? Шум там будет меняться на 10 минус 1, 10 минус 2, а здесь будет меняться на 10 минус 2. Вот значит оценка неустойчивая. Поняли? Согласились? Ловили? Вопросы, комментарии? Ну, собственно, как это происходит? Во-первых, если у вас есть возможность на некоторых, на различных выборках ее посчитать, ну, например, у вас там есть две выборки, вы можете посчитать оценку на первой выборке и на второй. Если у вас какие-то признаки получать сильно разные веса, скорее всего у вас оценка неустойчивая или у вас очень разные выборки. То есть надо проверять распределение у этих выборок по признакам или, значит, у вас оценка неустойчивая. Второе, если вы, сейчас мы дойдем до градиентов, краски, до градиентов методов, если у вас для каких-то признаков градиенты, для весов признаков градиенты здоровые, и они постоянно туда-сюда меняются, это тоже проблема. Вот. Так, на всякий случай там звук работает, он не сел еще. Супер. Если он вдруг перестанет, вы, пожалуйста, это, голосуйте. Хорошо? Вот. Ну и, собственно, вот наше сравнение нашей параболы замечательной и нашей галки. На всякий случай, внимание, вопрос. А у нас же модуль, функция вроде как в нуле недифференцируемая. А что делать? Как мы вообще можем его оптимизировать? Да, то, что у вас вроде как эта функция не совсем дифференцируемая, на практике нас абсолютно не волнует. Почему? У нас производная слева от нуля минус один, производная справа от нуля один, производную в нуле доопределяем нулем и радуемся. Если ошибка ноль, никакого градиента нам не надо. Все. Все счастливы, все работает. Соответственно, MSE дает нам Blue, Best Linear Unbiased Estimator, оптимально средняя смещена к оценке, работает с тереом Гауст и Маркова, соответственно, дифференцируема, и она чувствительна к шуму. Потому что, если у вас, например, сумм достаточно большой, то есть у вас Y – это как раз таки истинный сигнал плюс какой-то шум. Чем больше у вас отклонения, парабола вам еще и в квадрат возведет это самое отклонение. Ошибка будет большая. А чем больше ошибка, уже с точки зрения, например, градиентных методов, давайте сюда внимательно посмотрим. Градиент у вас здесь слева будет что? Минус 2X, а справа 2X. Согласны? Ну, если минус 2 модули X, а справа 2X. Вот. Ну, короче, у вас X там присутствует. То есть, чем больше у вас отклонения, тем больше у вас будет градиент, тем больше у вас каждый объект будет влиять на решение. Она чувствительна к шуму, поэтому. Майя, собственно, у нее что? Отклонение слева дает нам градиент минус 1, справа плюс 1. Абсолютно все равно сильная там ошибка, слабая. У нас просто не попали точно в цель. Поэтому она гораздо менее чувствительна к шумам. Улавливаете почему, правильно? Все. Классно. Тут всем тоже понятно. Что? Еще раз, она не дифференцируема с точки зрения вот Матана. Нам не нужно, чтобы она была дифференцирована всюду. Она дифференцируема на R+, то, что там всегда производная плюс 1, на R-, а в нуле просто определяем производную нулем и все. То, что у нее производная как бы не является гладкой функцией, а нам не нужна гладкость. Нам надо, чтобы мы в каждой точке могли посчитать производную. Мы можем. И, соответственно, с регуляризацией. С регуляризацией тоже любопытная вещь. Во-первых, L2 регуляризация – это тот случай, когда у нас есть аналитическое решение. Все замечательно. Она дает нам более устойчивое решение, потому что у нас теперь есть единственный вектор, который минимизирует норму вектора весов. Устойчивая, значит, при малом изменении нашей выборки у нас будет малое изменение нашего вектора весов. А вот L1 регуляризация. Она не дифференцируема, но нам, опять же, все равно абсолютно, потому что доопределяем в нуле нулем. То, что она не является гладкой, нам это не требуется. Типа того, когда мы функции ошибки добавляем норму вектора весов. Можем взять вторую норму, можем взять первую норму. Все. Собственно. Как вы понимаете, третью норму брать немножко странновато, потому что она может быть отрицательной, нам это вообще не надо. Окей? Ой, простите, третью норму, господи, третью. Ладно, вы меня поняли. Да. В смысле с пункта ошибки третьей степени не надо брать, я заговорился. Да. Значение весов или значение параметров. Ага. Да. Смотрите. Я сейчас на ваш вопрос отвечу, как раз, как бы предполагается. Так, смотрите, собственно, L2 регуляризация, как вы понимаете, работает и с МСЕ, и с МАЕ, верно? Если будет другой функция ошибки, на самом деле. Например, на следующей неделе мы поговорим про задачи классикации, там у нас будет лог-лосс, логистическая функция потери. Туда точно так же можно запихать вторую норму вектора весов, ничего не поменяет, все хорошо. Возникает вопрос, зачем нам L1 регуляризация? Во-первых, она дает нам чуть другие свойства, потому что, например, она отбирает признаки. Что это значит, я сейчас скажу. Во-вторых, у нас не всегда, как бы, есть требование получить наименьшее значение вектора весов. Это зависит, опять же, от ваших предположений. А касательно того, что у вас нет аналитической формулы, а нам все равно, у нас, даже если считать градиентное решение, у вас будет решение, грубо говоря, не единственное, все равно, вы сойдетесь согласно шуму к какому-то решению, если вы используете выраженную матрицу, просто градиентным методом. Но она у вас, собственно, получится тоже каким-то непонятным, каким-то вот таким может получиться или любым другим, потому что вы под шум переобучитесь. То, что шум у вас все равно в данных присутствует. А когда вы используете L2 регуляризацию, вы все равно получите решение, которое гораздо ближе вот сюда. Ну, не вот сюда, а тут будет примерно минус 0,7, 0,8 и минус 0,8. Они будут гораздо ближе друг к другу. Да, это с L2. С L1 примерно то же самое. Заметьте, это тоже функция, по сути, выпуклая. Поэтому она все равно дает вам какое-то единственное решение. Но оно работает чуть по-другому. И здесь обычно начинается какая-то очень странная, странные разговоры. К сожалению, анимашка почему-то померла. Вот что на нее можно посмотреть. Нет, нельзя. Ладно, потом покажу. Ну, тут просто это все должно ездить. Я вам лучше сейчас на пальцах объясню. Собственно, смотрите. L1 отбирает признаки. Вот это очень такая нестандартная вещь. От нее, к правилу, все начинают немножко зависать. Что значит L1 отбирает признаки? Я вам давайте сейчас даже попробую это нарисовать. Благо, у нас есть доска. Пока она загружается, собственно, что сделаем? Что значит L1 отбирает признаки? Давайте пока что подумаем. Вот мы с вами, когда решаем оптимизационную задачу, нам нужно найти решение, которое минимизирует сумму квадратов отклонений, например, в СМСЕ. Но при этом мы хотим еще и минимизировать первую норму вектора весов. Правильно? Давайте на это посмотрим с точки зрения градиентных методов. Что? Трисовать на черном фоне классно, мне нравится. По-моему, так даже лучше видно. Итак, смотрите. Вот у нас с вами есть, собственно, первая норма. Вектор омега. То есть это у нас получается сумма омега итой по модулю. Согласны? Давайте мы теперь попробуем эту штуку минимизировать. Причем градиентным методом. Когда у нас получается d омега первая норма, по d омега и будет чему равна? Ну, по факту это будет плюс 1, если омега и больше нуля. 0, если омега равна нулю. И минус 1, если омега и... Нет. Если омега и меньше нуля. Или, что на самом деле эквивалентно, так просто проще записать, это просто сигнум омега и. Хорошо? О! Спасибо. Современные технологии. Ладно, с этим все согласны. А теперь давайте посмотрим, предположим, что у нас какой-то признак, например, вообще не влияет на решение. То есть он не нужен, он шумовой. Он не важно, там положительный, отрицательный вес имеет, он на решение не влияет. Тогда что мы получим? У нас, когда мы с вами пытаемся минимизировать нашу функцию эмпирического риска, q от омега, которая в общем случае равна l, это наша функция потерь. Что с тобой не так? Что с тобой не так? Залипло, наверное. Собственно, у нас есть l, это именно функция ошибки, ошибка предсказания нашей целевой переменной. Плюс первая норма вектора весов. Согласны? Когда мы с вами считаем производную, у нас получается dq по d омега, это что? Это у нас dL по d омега, плюс d, кратски, омега 1 по d омега. С этим все согласны? Вот. Что? Ну, давайте добавлю λ, да. Просто я сейчас показываю именно тот факт, почему при λ равной единице или λ равной 0,5 ничего не поменяется на самом деле. Собственно, если у нас какой-то признак не влияет на функцию ошибки, никак, то есть что значит будет с этой производной? Она будет равна нулю, потому что она от нее не зависит. ну или в среднем равна нулю, потому что у нас есть шум, одни объекты будут тянуть наверх, другие вниз, чтобы не засыпали и так далее. Да что с ними не так сегодня? Ой, ладно. Короче, доски устали. Короче, эта штука примерно, ой, равна нулю. Нет. Все, да ладно, мы почти закончили. Короче, все согласны? Я надеюсь, что вот эта штуковина, она примерно равна нулю, если признак не зависит. Что у нас тогда остается от градиента? У нас остается вот этот вклад. А когда вот этот вклад будет нулевым? То есть когда у нас градиент не будет тянуть данный вес признака куда-нибудь. Когда он равен нулю. Потому что есть всегда, когда у нас признак больше нуля, у нас градиент плюс один, соответственно антиградиент будет минус один. Всегда, когда признак меньше нуля, антиградиент будет плюс один. То есть у нас градиент будет всегда толкать значение нашего веса в ноль. Да и вы меня достали, господи. Не вы в смысле, а доски. Соответственно, всегда, когда значение нашего признака не равно нулю, веса нашего признака не равно нулю, если он не важен, то, соответственно, он будет просто загнан в ноль. Потому что вот эта штука компенсировать это не будет, а эта штука будет его толкать в ноль. Собственно, ровно поэтому и говорят, что L1 регуляризация отбирает признаки в смысле того, что если у вас какой-то признак не важен, он получит на любой вес. В конце концов, его просто, собственно, первая норма загонит в ноль. более того на самом деле тут даже что можно сказать если у вас вот этот коэффициент регуляризации достаточно большой то есть признак все равно имеет там какой-то мизерный градиент то есть очень маленький градиент он возможно как-то очень мало значим для решения задачи а здесь коэффициент лямбда большой то получается что вот этот градиент он же всегда как бы пропорционален единице ну потому что ну лямбде лямбда на единице то что здесь или плюс или минус 1 поэтому если у вас какой-то признак мало влияет на решение допустим там есть какая-то связь между признаком и целевой переменной но она крайне там маленькой допустим там влияет на нее в четвертом знаке после запятой у вас l1 регуляризация с лямбдой больше чем 10 на 4 все равно загонит его в ноль то что отсюда у вас градиент будет порядка 10 минус 4 отсюда порядка дней уловили все уловили картиночка ну визуализировать так я собственно и пытался вам это визуализировать смотрите вот вам картиночка вот получается что производной здесь всегда плюс 1 минус 1 здесь плюс 1 если у вас производная от функции потерь меньше чем вот эта штука она ее доминирует значит нас гонять 0 то что если она вышла из нуля она сразу получает пинка сторону нуля силой 1 а функция потерь силы меньше единицы все она зайдет именно туда где минимум все он нам больше не ну да а теперь посмотрим на l2 смотрите l2 у нас какую производную будет давать два омега поэтому если омега около нуля то у нее градиент становится уже меньше чем вот этот самый условно эпсилон который нам дает функция потерь поэтому она просто загоняет их близко к нулю но не ровно в ноль l1 собственно за счет вот этой ступеньки у нас производная либо минус 1 0 1 у нас ступенька резкий переход за счет этого он ровно в ноле загоняет а у l2 плавно убывает производная чем ближе к нулю тем меньше производная поэтому он их просто догоняет примерно до нуля но не выкидывает полностью именно в этом смысле говорят что l1 регуляризация отбирает признаки на всякий случай когда вы используете l1 регуляризации вы просто векторе весов можете получить некоторые нулевые элементы но вектор весов будет точно такой же размерности это частая ошибка вот на самом начале как работает в самом начале работы с машинным обучением когда ожидают что вы применили l1 регуляризацию и у вас почему-то вектор весов стал меньше нет конечно у вас просто какие члены будут равны нулю все и именно их мы считаем выкинутыми признаками но и после этого как правило есть еще скажем так подход что после этого вы перезапускаете вашу модель оптимизацию выкинув эти признаки вообще из обучающей выборки можете даже после этого уже l2 регуляризацию взять и уже оставшиеся признаки просто подогнать поближе к нулю вопросы пожелания комментарии я поняли что l1 делает с признаками с весами тут тоже зануляет если они не важны для решения задачи то есть если они достаточно не важны относительно коэффициента лямбда и собственно здесь коэффициент лямбда как раз явно видно что делает если лямбда большая то если наш признак влияет на ошибку на градиент ошибки меньше чем на лямбду то он будет вытянут если больше чем на лямбду то он не будет выкинуть все вот и это на самом деле штука ее потом подвигу это второе объяснение чтобы слышать такое это шар но во второй норме это шар в первой норме заметьте у вас вот это по сути что здесь я потом она подвигается я пока на пальцах опять же покажу собственно что вот это за элипс такой это линии уровня квадратичной функции потерь то есть линии уровне что этой потенциальной поверхности то есть на линии уровне у вас одинаково значение функции ошибки оптимальное решение у нас где-то вот в этой точке мы бы именно в нее хотим попасть но когда мы например говорим что рассмотрим все решения у которых норма вектор весов 1 равна единице у нас в среднем вот эта точка вот эти точки так как они у нас по первой норме на шаре лежат по сути они в вершинах нашего четырехугольника они в среднем будут ближе к центру чем те которые лежат между ними опять же это можно формально доказать эта штука по-хорошему должна двигаться вот давайте покажу я надеюсь ссылка еще работает да понятно она сейчас откроется вот давайте посмотрим скажем так за этим как его следите за нахождением желтой точки видите здесь она ездит совершенно свободно она находится всегда на радиусе на окружности радиуса единица центра и абсолютно все равно у нас есть центральная симметрия здесь . почти всегда находится вершинах а это ровно есть та ситуация когда у вас один из весов от собственно оси омега-1 омега-2 один из весов равен нулю понимаете потому что его вклад в качестве ошибки вот здесь гораздо меньше чем его вклад в качестве регуляризации здесь только и всего это такая визуально визуальная картинка мне честно говоря вот это объяснение было непонятно наверное первые года три как я на него смотрел с градиентами было гораздо проще понять вот но кому-то возможно так понять окей тут вопрос есть но почему воспроизводная тогда чему равна 2 омега всегда так ребят сейчас дайте мне еще пять минут пожалуйста мы тут чуть позже начали поэтому мы не до конца уложились что да да ну ровно поэтому чем ближе вы к нулю тем меньше у вас вклад регуляризации в решении ну да я вас плохо слышу тут уже пошел давайте в перерыве тогда отвечу хорошо ладно ребят собственно бывают различные еще способы по мере качества в регрессии не только mse и мае например есть коэффициент детерминации р квадрат есть мопе средняя абсолютная процентная ошибка есть самопе симметричная на них проще на семинаре посмотреть они в принципе это все мае и мсе только чуть-чуть преобразованные ну и последняя но тем не менее очень важная вещь потому что уже второе занятие скажем так чисто по машинке у нас была еще лекция по линалу и чтобы все модели строить надо уметь оценивать их качество и как сказал очень умный талантливый человек вы ровно настолько можете доверять свои модели насколько вы доверяете своему пайплайну валидации вот шутку валидации как раз сейчас скажу собственно давайте скажем что у нас есть выборка мы можем решать задачу регрессии можем задачу бинарной классификации абсолютно неважно у нас есть некоторая модель которая предсказывает значение целевой перемены для каждого объекта наша задача минимизировать вот эту самую империи функции эмпирического риска ну или функцию потери опять же на практике просто всегда вызывают функции потерь главное понимать что вы в это вкладываете включает она в себя регуляризацию или нет собственно и у нас может быть три ситуации собственно недообучение модель слишком простая для решения задач собственно линейная модель например пытается из быть испуг мы пытаемся использовать в явно нелинейные задачи тогда все плохо может быть хорошая модель вот то что мы всегда хотим может быть переобучение когда модель по сути запомнила ответ на каждом объекте и явно вот такое такая поверхность решений как-то больно сложный выглядит для такой задачи то есть что такое оптимальная сложность модель на самом деле можно долго говорить и это зависит от того что мы сформулируем как оптимальную модель но есть вот эта классная картинка из собственно книжки гудфеллу и бенджо и аарон курвилла она у нас вторая в списке рекомендованной литературы собственно здесь у нас по оси x ошибка по оси y у нас скажем так сложность модели копастье то есть количество степени свобода модели грубо говоря можете очень грубо это оценить как количество параметров модели хорошо сколько данных она может заполнить и собственно ations в две ошибки назначение эта ошибка на обучающей выборке она нас снижается примерно к нулю она может достичь нуля если у нас нету явно шумов наших данных она не может у достичь если нас например два объекта одинаковых с разными предсказаниями тогда не сможешь ничего сделать а вот у нас ошибка обобщающая, ошибка обобщения или Generalization Error, или ошибка на отложенных данных. Как видите, она до какого-то момента снижается вместе с ним, а потом начинает краски расти. Это, собственно, и называют переобучением, когда наша модель переобучается под обучающую выборку, то есть запоминает специфичные вещи только для обучающей выборки. Но это красивая теория. Тут, на самом деле, есть еще у этой картинки продолжение, о нем говорят последние годы и все еще идут научные изыскания, непонятно, что происходит. Называется она Double Decay, и, скажем так, в некоторых случаях вот эта штука может начать расти, а потом опять начать падать. Но, как бы, это вот конец второго семестра, возможно, про это поговорим, если будет именно как это обосновать, то, что есть просто несколько работ на эту тему научно, где говорят, ну вообще так бывает. Вот, собственно, недообучение и переобучение. Проблема в чем? Если вы модель сделали слишком простой, усложнить ее вы всегда можете. Если слишком сложной, можете ее всегда упростить. Но, собственно, как понять, насколько ваша модель переобучена? Что она недообучена, в принципе, можно понять достаточно легко, у вас просто качество модели недостаточно хорошее. У вас либо данные плохие, либо модель недообучается. Именно на обучающей выборке. Что делать, если модель переобучается? Вы для этого сначала должны обнаружить переобучение, потому что вы не знаете, как ваша модель себя ведет, где-то, кроме обучающей выборки, пока что. Поэтому можно использовать, скажем так, метод отложенной выборки, и я не рекомендую его использовать сейчас. Когда мы будем говорить про какие-то крупные нейронки, у нас не будет выбора другого, но тем не менее. Как правило, вот есть такое понятие обучающей выборки – train, тестовые выборки – test. И я сразу скажу, что есть, собственно, валидационная выборка еще, чтобы вас сразу не конфьюить, скажем так, не запутывать. Собственно, в хорошей нотации тестовая выборка – это то, что у вас вообще вот лежит где-то вне, и вы к нему либо никогда не получите доступа, либо вы получите к нему доступа, грубо говоря, пройдя точку невозврата. Ну, словно, вот тестовая выборка – это как будто вы сдали работу преподавателю на экзамене, и уже преподаватель вам говорит ответ – хорошо, вы решили экзамен или нет. Вот это ваш тестовая выборка. Вы не можете сказать преподавателю – а, я здесь ошибся, дайте я перепишу и опять ему сдать. Некоторые пытаются, как правило, это не работает. Валидационная выборка – это все то, что вы делаете у себя локально, это ваши локальные тесты на ваш код где-нибудь там на проге, это ваша проверка своей домашки или попытка соседа попросить проверить вашу домашку и так далее. То есть валидационная выборка – это то, что вы сами используете. Поэтому у нас есть, собственно, Train Validation Test Framework. Train – это то, на чем вы настраиваете параметры вашей модели. Вот именно параметры. Валидация – это то, на чем вы выбираете гиперпараметры, и то, на чем вы проверяете качество вашей модели. Обращаю ваше внимание, если вы подбираете параметры на валидационной выборке, вы уже посредством взаимодействия самостоятельно с параметрами, гиперпараметрами точнее, переобучаетесь под валидационную выборку. И вы можете под нее переобучиться, если будете долго это делать. То, что у вас, по сути, утечка данных идет через вас в ваши гиперпараметры. Если вы достаточно долго будете это делать, вы подберете оптимальный для вашей валидационной выборки, но не факт для всего, скажем так, распределения, откуда приходят данные. Собственно, что можно делать? Вариант, где вы просто от Train отрубили тест один раз, на нем проверились – идея плохая. Почему? Потому что, как минимум, вы можете случайно выбрать плохую подвыборку, на которой будет тестироваться. Ну, например, у вас сюда попали только объекты класса 1. Тогда, если у вас абсолютно тупой классификатор, который умеет предсказывать только объекты класса 1, у вас 100% accuracy, у вас все правильно, а по факту ваш классификатор – мусор. Ну, или у вас здесь просто класс не сбалансированный. Или здесь у вас только студенты, например, а у вас задача, там, не знаю, предсказание среднего дохода, и у вас несколько социальных групп. Короче, как дробить данные? Там будет различная процедура стратификации, нормализации и так далее. Про это мы тоже поговорим. Собственно, как делать, пока у вас маленькие модели? Это вот примерно до восьмого занятия нашего курса, пока мы делаем так. В смысле, так делают всегда, когда маленькие модели, когда не слишком много данных, когда можно себе это позволить. Можно, собственно, или разделить выборку на Train, Validation и Test. Вы можете либо выбрать валидацию прямо вот очень хорошо, проверить все статистики – классно. Пока выборка маленькая, можно сделать сильно проще, можно использовать кросс-валидацию. А именно, вы сразу имеете какую-то отложенную выборку. Вот тест – это то, что у вас или вам вообще недоступно, или вы изначально ее отложили. Как правило, тест у вас… Короче, вы, как правило, тест себе не выделяете. То есть тест – это либо то, что вы будете сдавать там в контест, либо то, что вы издаете на соревнования, либо то, что вы завтра тестируетесь на работе, на проде и так далее. Если все упадет – плохо. Что делать с валидацией? У вас есть все ваши данные обучающие. Вы их можете побить на различные чанки, кусочки, и повторить много раз процедуру. Выбираем все фолды, кроме одного, фолд, в данном случае, все куски, на котором побили, на них обучаемся, на последнем валидируемся. На всякий случай, тут написано «тест фолд», я когда-нибудь это все-таки перепишу, «валидационный фолд». На последнем проверяемся. И повторяем так, чтобы в качестве валидационного использовался каждый из фолдов, который был. То есть, по сути, мы, если у нас 10 фолдов, 10 раз обучаем нашу модель на различных подвыборках, 10 раз тестируем на, опять же, различных подвыборках валидационных. У нас получается, на самом деле, 10 моделей, и 10 раз мы посчитали ошибку. Потом можем усреднить, и вот эта усредненная ошибка и есть наиболее, наверное, качественная оценка качества нашей модели. Да, это, конечно, все умеет. Собственно, мы с вами, как раз, мы вас будем явно просить делать именно так. Потому что один раз побить пополам – плохая идея. Плюс это вам позволяет экономить, на самом деле, данные, потому что теперь вы, по сути, пробежались, протестировались на все обучающие выборки, и вы обучились на все обучающие выборки. Тут маленькое замечание. Что делать, когда у вас получилось 10 моделей на выходе? Ведь у вас здесь, здесь, здесь и здесь. Получилось 10 разных моделей. Тут есть два варианта. Первое – модель линейная. Допустим, это линейная регрессия. Можете банально усреднить их веса и все. Долго не думаем. Второе – модели какие-то сложные, например, это какие-то деревья. Тогда потом 11 раз обучаете модель с нужными вам гиперпараметрами. Гиперпараметры вы тоже можете подбирать по кросс-валидации. Просто в качестве скорого вы выбираете усредненной. И тогда, собственно, вы просто-напросто потом берете всю обучающую выборку, нужные вам гиперпараметры, обучаете модель целиком. Еще раз, но уже с теми гиперпараметрами, которые у вас были. А как обнаружить переобучение? То есть нам вот это все нужно только, чтобы по ним как-то понять. Нет, две вещи. Первое – вы можете так посмотреть. Вы подкрутили гиперпараметры, посмотрели на кросс-валидации, как поменялся скор. Стало лучше или хуже на отложенных данных. Второе – вы тем самым детектируете переобучение. Если у вас начинает резко расходиться качество на обучающей выборке и на валидационной, то тут два варианта – либо валидационная выборка плохая, сильно хуже, чем обучающая, либо вы переобучаетесь. Кросс-валидация вас, по сути, спасает от того, что вы переобучаетесь, от того, что она плохая, потому что вы пробежались по всем подвыборкам. Если на всех стало хуже, значит, вы переобучились под обучающую выборку. Да, конечно. То есть, по-хорошему, если вы смотрите просто на отклонение, на значение ошибки, вы смотрите на его среднее. По-хорошему, посмотрите именно на статистике ошибки, возможно, у вас на каких-то классах ошибка больше и так далее. Анализировать ошибку более глубоко – абсолютно верно. Но, по крайней мере, вот базовая вещь – вы по кросс-валидации можете выбрать себе, скажем так, не выбрать, а заметить, что у вас на отложенной выборке всегда ошибка сильно выше, чем на трейновой, на обучающей. Значит, скорее всего, у вас слишком сложная модель, она просто-напросто переобучается под ваши данные, и вы находитесь где-то вот здесь. Надо делать модель попроще и так далее. 10 – это просто количество фолдов. Это, скажем так, чем больше, тем лучше, но чем больше, тем дороже. У вас сложность линейно растет с увеличением количества фолдов. Ранее, вот совсем давным-давно, скажем так, когда данные были маленькие, а трава зеленая, даже был отдельно называемый метод LLOO – leave one out. Короче, оставь один. То есть там в качестве трест обучающей выборки использовалась вся выборка с заключением одного объекта, соответственно, на одном объекте тестировались. Но если у вас выборка размером там миллион, то миллион раз обучать вашу модель, вы замучаетесь. Поэтому, условно, обычно будет там на 5, 10, 20 фолдов в зависимости от сложности. То есть, грубо говоря, сколько вы можете себе позволить. И именно поэтому кросс-валидация с каким-то uber-нейронками не используется, потому что обычно там одна модель обучается месяца так два на кластере из GPU. Если вы будете это пять раз делать, то это почти год. Вот. Дорого. Просто дорого. Вот. Поэтому, когда мы дойдем до сложных моделей, мы к краске поговорим еще раз, как нам выбирать уже хорошую одну валидационную выборку. Там должны совпадать распределения по классам там или по каким-то категориальным переменным, по ошибкам, короче, по всему. Они должны визуально выглядеть как выборки из одной и той же, из одного и того же распределения. Тогда все хорошо. Ну что ж, а на этом мы подходим к финалу нашей лекции. Собственно, линейные модели – это замечательные модели, которые работают в половине случаев. И, как говорит мой, например, научный руководитель, это, так называемый, метод палки и веревки. Он очень простой, он не может не работать. Он может не работать, только если у вас слишком сложная задача для линейной модели. Там ломаться нечего. Понимание линейных моделей позволит вам работать и с нейронными сетями, и, на самом деле, с деревьями. Потому что, как мы с вами увидим, деревья – это тоже, в некотором смысле, линейная модель. Просто над очень странными признаками. И, собственно, стройте валидацию так, чтобы вы могли ей доверять. Если вы не уверены в вашей валидации, значит, ровно настолько и не уверены в том, что ваша модель вообще делает не фигню. То есть, валидация и постановка задачи оптимизации – это, наверное, два таких краеугольных камня, вокруг которых строится все остальное. Если у вас ошибка там или здесь, все остальное бесполезно. Ну, на этом лекция завершается. Перерыв 15 минут. Дальше – семинар.